Музыка Только что прошла видеоконференция с руководством правительства, которые занимаются борьбой с коронавирусом. Голикова, Попова и Мурашко знают обстановку. Она критическая. 22 тысячи вновь заболевших каждый день ухудшает ситуацию. В леде региона уже нет свободных коек, а что касается лекарств, почти везде перебои. Я сейчас еще раз вернул их к 12 конкретным предложениям, которые мы высказали, и обратил внимание, что в ходе обсуждения бюджета, если не поправим немедленно, то ситуация будет только ухудшаться. В новом бюджете не нашлось средств на фармацевтику, они сокращены, а надо увеличивать в 5 раз, потому что таблетки в основном иностранного производства, цены заоблачные, зарплаты и пенсии мизерные. Просто люди обречены на вымирание и болезнь. И никакой рынок, как сейчас нам заявляют, не может решить эту проблему. На рынке выгодно, когда вы болеете, как можно больше болеете и больше ешьте таблеток. В данном случае рынок заинтересован в больных, а не в лечении. Поэтому мы предложили национализировать аптечную сеть, вложить необходимые средства, восстановить первичное звено и проявить волю и характер, в том числе и премьер-министр. Премьер-министр нам новые предложения по изменению состава правительства. Они не только назрели, я полагаю, что когда утверждали его, он еще не мог формировать свою команду в полном объеме. Сейчас пытается это сделать. И сам шаг в этом направлении нами приветствуется. Он верный и нужный. Но у нас возник вчера при обсуждении конкретный вопрос. Что вы будете делать со стройками, если даже предлагаете хорошую министр на строительство? Если у вас в этом году сокращаются инвестиции на 10%, а в бюджете на следующий год еще на 12%, вам урезают ресурсы более чем на пятую часть. Что вы будете делать? Вы можете быть блестящим строителем, но у вас нет ресурсов, и вы дальше будете смотреть, как разваливается экономика и инфраструктура. Что вы будете делать с экологией природы? У вас в этом году выгорела уже территория с Австрию. Гигантские территории гибнут в лесах, если у вас нет ресурсов и нет кадров, которые должны этим заниматься. Каким образом вы будете развивать сельское хозяйство? И что вы туда будете вкладывать, если даже на программу, утвержденную президентом, не хватило сил у правительства? Пять раз сократили то, что уже было ранее принято. Поэтому мы прямо заявили, вы все являетесь заложниками финансово-экономического курса, а-ля Ельцин, Гальдар и Чубайс, который продолжает Сулуанов вместе с Кудриным. Или вы измените этот курс и вложите в развитие страны передовые технологии, будете бороться с вымиранием, бедностью, или ваше правительство обречено. Вот сейчас вопрос стоит ребром. Я считаю, что у правительства есть еще полгода для того, чтобы исправить ситуацию. Но ко второму чтению бюджета можно серьезно его отремонтировать. Каким образом? Когда вам говорят нет денег, это еще одна большая ложь. Лежит 13 триллионов рублей в фонде, почти 600 миллиардов долларов в золотовалютной резервы, в сумме 60 триллионов рублей. Это три бюджета. Возьмите оттуда хотя бы один, двадцать, и вложите в ремонт экономики, ремонт инфраструктуры, поддержку граждан, поддержите детей войны, оказите необходимую помощь всем, кто в этом нуждается, и привлеките специалистов высшего класса, в том числе и министров. Если на этот вопрос правительство не ответит, оно обречено. На него через полгода спишут все беды и несчастья. Поэтому прямо сказали, вы в профессиональном плане отвечаете тем требованиям, а с точки зрения финансово-экономической, тот курс, который проводит правительство, оно вас всех делает заложниками. Поэтому мы настаиваем на изменение курса, а воздерживаемся от голосования при утверждении министров. Что касается Новака, он поднимается на новую ступеньку, и мы посоветовали, чтобы он внимательно отнесся не только к энергетике, не только к нефтегазовому комплексу, он наполовину формирует нам бюджет, но прежде всего к высоким технологиям и новейшему производству. Ему предстоит координировать промышленность. Мы в свое время провели закон о промышленной политике и стратегическом планировании, этот закон был заморожен. Так что конкретные им задачи поставлены. А вот надеемся на серьезные изменения. Наша партия накануне 7 ноября обратилась ко всей стране. Ждем вас в рядах борцов за справедливую, сильную и социалистическую Россию. Мы предлагаем новый курс, свою программу развития в 30 триллионов, свои планы поднятия новой целины, новой индустриализации, подготовку универсальных кадров, возвращение на родину специалистов, их почти полтора миллиона бродит по планете. Сегодня нигде нет работы, даже в богатой Америке они корчатся в системном кризисе. Мы предлагаем сплотить все патриотические силы, восстановить нормальную выборную демократическую систему. Мы настаиваем на том, чтобы прекратились политические репрессии и преследования и руководителей народных предприятий, таких как Грудинин, Казанков, Сумароков или Богачев. И настаиваем на том, чтобы перестали жульничать на политической арене. Та система, которую предлагает администрация президента, где нарезают мелкие партии и партийки, вместо того, чтобы организовать полноценный диалог и соперничество команды программ, не годится. Это жульничество страну подталкивает к политическому дефолту. Мы настаиваем на том, чтобы все политические силы, патриотической ориентации сплотились и достойно шли на выборы. Свою команду мы готовим, программа реальная есть. Мы к очередным думским выборам практически уже подготовились. Приглашаем всех в наши ряды. Ну и сегодня день полиции, день органов внутренних дел. Но вообще это день рождения советской милиции. Хочу обратить ваше внимание, что она родилась на третий день после Великого Октября. До этого в феврале Керенский и так называемые демократы-либералы вообще разогнали всю правоохранительную систему. И приняли приказ номер один, по которому разложили и уничтожили армию. В результате только в Москве убийства выросли в пять раз, а храбежи в восемь раз. Они породили дикую преступность в стране. Советская власть во главе с Лениным приняла немедленно соответствующие меры. И рабочая крестьянская милиция стала наводить порядок. Этот декрет Ленина вступил в силу немедленно и по телеграфу. Поэтому я поздравляю всех, кто занимается наведением элементарного порядка, учиться у советской милиции. Это была действительно настоящая милиция. Мне повезло, я 10 лет руководил силовыми ведомствами. Милиция, суды, прокуратура, органы госбезопасности. Когда прислали первый раз дубинки, ко мне генерал Маслов принес и говорит, что с ней делать. Я посмотрел, говорю, я видел их за кордоном. Я говорю, а как ты будешь этими дубинками воспитывать рабочих столепрокатного завода? Он улыбнулся и говорит, ну что делать? Я говорю, положи их на полку. И пока мы здесь с тобой работаем, эти дубинки будут у тебя лежать на складе. Мы будем создавать оперотряды, дружины. Мы будем дежурить в местах общественного скопления людей. Мы будем помогать милиции наводить элементарный порядок, но советскими гуманными методами. Поэтому поздравляю всех, кто верен традициям советской милиции. И хочу выразить удовлетворение тем, что Путин вчера убедил руководство Азербайджана и Армении подписать соответствующее мирное соглашение. Без присутствия России на Южном Кавказе никогда там не было мира и покоя и не будет. Но я хотел, чтобы все это делалось очень деликатно, аккуратно, а наша партия будет способствовать этому. Потому что на ее лозунге написано «Мир, труд, дружба и справедливость». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова